Вот, вот, вот. Каждый год на Россию внезапно выпадает снег. Ада. Какая разница, зима. Мне здоровому человеку передвигаться прямо крайне некомфортно здесь. Города встают в многочасовых пробках. Люди пропираются по тротуарам, как бульдозеры. Старики и маломобильные люди оказываются изолированы в своих квартирах. Я раз в месяц зачарю. Коммунальные службы не справляются и просто ждут, пока снег растает сам. Сказали, есть постановление мэрии, что не надо вот убирать вот эти кассоборы. Сами растают. Сами растают. Недавно я побывал в Новосибирске, который зимой стал похож на большой братский сугроб. И вот такой по всему городу. Давай уже, ну. Бабушки с дедушками, это понятно, вообще не могут. Ну как здесь ходить? Звонишь в ЖЭК, техники нет, ничего нет. Снег не вывозят. И когда это все закончится, неизвестно. Но в этом году, как-то да, мне кажется, в прошлом было полегче с этим вопросом. Даже пешком тяжело ходить без санок. То есть здесь важно понимать, друзья, что их не чистят вообще. Это не то, что здесь прошел какой-то скоба. Здесь тротуары не чистят вообще. Люди просто снег утрамбовывают ногами и все. Ганские сугробы. Вот так всем похуй, потому что. Все терпят. Люди же, как бы, ну, ничего не предъявляют. Они, вон, ходят вот с такими лицами. На работу, потом с работы, блядь. На учебу, с учебы, домой, все. А че? Ну, а раз не предъявляют, значит, можно и забить. Сэкономить. Точнее, не сэкономить, а... Отмыть. Это же, друзья, давайте искать плюсы. Карман себе. Меня часто критикуют. Че? Варламов, ты постоянно видишь один негатив. Учись видеть хорошее даже в этих сугробах. А я вижу. Смотрите. Справа шумная дорога. А че делать еще? В смысле, я не знаю. Ну, давайте посмотрим на Америку, блядь. Представьте такие сугробы в Америке. Нихуя. Да, вы скажете, там вообще, в принципе, снега мало, но... А если бы вот... Не, ну там иногда бывает, снег выпадает. Ну, окей, Европа, например. Но если в каком-то, я не знаю, городе Европы вдруг неожиданно вот так вот засрут весь город, да, этими сугробами. Бля, я думаю, люди выйдут. Они начнут бунтовать. Типа, че за хуйня? Куда, ну, наши налоги уходят? На что, блядь? Че? Мы налоги платим, а в итоге ничего не происходит. И пизда людям? Выше человеческого роста. Они служат своеобразным защитным барьером от дороги. Да что ты несешь, ты ебанец. Выше человеческих вершин. Обратите внимание, на утоптанном снегу даже размещают рекламу. Я не знаю, видно здесь или не видно, но здесь где-то вот чуть ли не на метровую высоту нужно подняться. И потом идет вот такая вот дорожка. Вот так вот выглядят тротуары. А во дворах... Слушайте, я не помню, в каком городе я видел такие огромные сугробы. Интересно, почему в Новосибирске не вывозят снег. Прямо хочется приехать сюда поздней весной, когда все это будет таять. Европейские унбанисты, ландшафтные дизайнеры. Они бьются, как сделать города приятными для прогулок. Парковки стыдливо прячут. Чумолёт летит. Высаживают какие-то кусты. С помощью рельефа делают какие-то холмы. Я, кстати, когда в Новокузнецке жил, постоянно эти звуки слышал. В Москве вообще не слышу этого. Ну, видимо, над Москвой запрещено летать. Но, блядь, в Новокузнецке постоянно... Сука. ...вон и ещё что-то пытаются сделать так, чтобы человек не испытывал вот этого негативного фактора, созерцая грязные машины и дорогу. На самом деле, есть способ проще. Можно просто не убирать снег. И не надо будет тогда высаживать ни кусты вдоль дороги, ни деревья, ни заниматься озеленением. Ну да. О, здесь город просто будет в сугробах. Поскольку, видите, чистят они только вот эти вот пятачки около переходов. Здесь они выдалбливают ступеньки. Вот, видите, три ступеньки, чтобы подняться на этот... Забавно потом эти ступеньки будут, типа, расстаивать по нему. Это вот займу столько выпало, видите, на уровне забора. Это полметра снега здесь. Ой, блядь, чисто слепили ступеньки и снега. Я в аху. Здоровому человеку... Пиздец. Передвигаться прямо крайне... А чё, можно взять сугробы вот эти вот километровые и из них, например, слепить дома? Много этажки. И временно поселить туда людей, пока зима... Не, ну а шо, как временное жильё. Страшно подумать, как здесь вообще выживают старики, инвалиды, маломобильные. Как? Они просто никуда не ходят, дома сидят. Самоизоляция, блядь. Отцу, главное, дорогу чистить. Дорогу чистить. А это вот парковка, смотрите, видите, как? Так вот машины забираются. Бабуля, блядь. Видали, она идёт такая... А это вот парковка, смотрите, видите. Идёт, идёт. Видит ещё какой-то мужик с камерой. Маска, ВИЧ, блядь. И идёт, значит. Машина забирает. Хуяк, такая палку подбирает. Ну чё, сука, блядь. Было ты ебаная, блядь. В Японии тёплый пол даже у них на дороге и тротуарах. А в России 15% населения ходят в туалет в выгребную яму. Фунфурия, спасибо за 120 рублей. Не, ну а чё ты хотел? Япония-то маленькая, небольшая страна. А Россия огромная. Как там ещё оправдываются-то некоторые? Вот женщина как-то ловко забралась. На дорожку. Дорожка, видите, она идёт от дома, такая нечищенная. Япония богатая. Ну да, Россия у нас бедная. Дальше забраться вот здесь. Так-то Россия вроде богач. Нужно преодолеть такую довольно высокую преграду, чтобы просто дальше продолжить свой путь. Ну и опять же о приоритетах. То есть проехал трактор, убрал проезжую часть, чтобы машинам было комфортно. А как будут ходить люди, никто не думает. Вот, при том, что... Как, ногами, блядь? Я же снял, получается такой парадокс. Автомобилями пользуются в основном молодые, здоровые, обеспеченные люди, кто может себе это позволить. А пешком ходят старики, люди с детьми, люди необеспеченные. То есть самые такие вот социально незащищённые... Через сколько дней он до дома дает? ...плои общества, о которых, по идее, надо наоборот заботиться. А мы, мы делаем город комфортным и удобным для молодых и здоровых. А те, кому не выпало счастье овладеть личным автомобилем, чтобы рассекать на нём по Новосибирску, должны страдать. А для многих из них город просто недоступен, потому что, конечно, выйти и прыгать по этим сугробам могут не все. Вот, обратите внимание, парковочка чистая, парковочка идеальная, парковочка вылизанная, чтобы было удобно парковаться машинкам. Это ж не тропинки во дворах, не тротуары, это парковка. Парковка должна быть вылизана. Конечно, очень опасная история, то, что транспорт не может нормально подъехать близко к обстановке, нечищенная остановка, то есть здесь такая же, вот видите, такая же вот эта вот наледь, и люди вынуждены как-то скакать, выходя и входя в транспорт. И, бать, троллейбусы ещё существуют, нихуя. А зато в Москве, как они там, ну электрические, короче, там у них даже прям на автобусе написано, это как-то электробус, электробус, блять, что-то такое. Прям выёбываются, типа, смотрите, что у нас есть. Москва, блять. Водитель не видит. Новосибирске у нас еще троллейбусы катаются. А вот так вот выглядит остановка, можно оценить. Ощущение как-будто, вы знаете, была вот эта вот какая-то, как-то хрень-то называется, ну помойка. Правда, мусорка. Её просто разобрали, блять. И сделали остановку. Не хватает только контейнера для мусора внутри. А, ну, контейнер, точно. Я знал, и атрибуты мусорной площадки у этой остановки. Так это и есть мусорный контейнер, разобранный. Парикмахерская, нихуя себе. Вывески уже лет, наверное, 30, блять. Сохранилась. И смотришь на такие старые вывески, и глаз радуется. Ну и несколько слов про... Там, наверное, знаете, это парикмахерская, куда ты приходишь, тебя там бабушка стрижет, блять. Какая-нибудь 70-летняя. Такую челочку тебе делает. То есть не вот такие прически, да, как у меня, блять. Барби-шоперские. Вот. А вот такая вот типичная хуета, короче. А на нас! Спасибо за 1000 рублей. Да, вот мне интересно. Хватит ли у них совести, вот знаете, вот пройдет ровно 100 лет. Неужели они до сих пор будут вот гордиться вот этим? Не, этим надо гордиться, я не спорю. Конечно, да, мы победили, там вся фигня, там война и прочее. Но опять же, по-моему, как мне кажется, нужно жить настоящим и думать о будущем. А мы до сих пор, спустя 75 лет, все еще живем каким-то прошлым. Да и тем более. Война это вроде как плохо. А у нас почти... Ну ладно, не на каждом шагу. Ну вот, например, в Москве я везде, блять. В центре города постоянно вижу вот эти вот... Вот эти вот билборды, блять. День победы, блять, какие-то там, я не знаю, фотографии танков, блять, военных. И ты думаешь, ебаный свет. Ну вроде как бы война это хреново, а у нас этим гордятся. Поняла, разъебали, бля, убили людей, ууу, сука. Вот это очень забавно, да? Ну то есть это нихера не забавно, это какая-то херня. То есть это в первую очередь еще и лицемерие, да? Потому что, ну тот же опять вот, извините, что я сказал про Навального. Я быдло ебаная просто, да? Поэтому как бы вот... Ему предъявили за оскорбление ветерана. Но в то же время я считаю, что наше правительство так же оскорбляет ветеранов. Потому что вот они как бы просто этих ветеранов используют. С какой целью? С целью пропаганды. Да, с целью, я не знаю, промывки мозгов, да? Для вот людей, которые живут в нашей стране. В основном это, скажем так, пожилое население, да? Взрослые, ваши родители, там, бабушки, дедушки. Типа, во, смотрите, есть чем гордиться. И вроде как вот тут фотографии ветеранов. Типа, вот, смотрите, ветераны, мы их уважаем. А вокруг вот эти ебаные сугробы, да? То есть вот эта хуйня, дорога, блядь. Где эти ветераны даже погулять не могут нормально. То есть мы вроде как бы гордимся, а на ветеранов-то по итогу похуй. Но зато ежегодно мы проводим парад победы, на который тратим там сколько миллионов рублей, когда можно было взять и деньги раздать тем же ветеранам, которых осталось не так много. Ну а нет, важно именно сделать парад победы, чтобы люди посмотрели. Вот, чтобы люди посмотрели, типа, да, опять вот, скажем так, привить людям, как это называется-то, я просто не этот, этим не занимаюсь, как бы, как-то. Патриотизм, во, патриотизм. Потому что, ну а как же без патриотизма-то? Потому что гордиться-то нечем больше. Приходится гордиться победой, которая была сто лет назад, как бы уже век прошел. И, ну это такой пиздец, на самом деле, да, то есть, ну как бы, использовать бедных ветеранов для того, чтобы промывать людям мозг. Я в ахуе, вообще. Кричать везде и всюду, что ветераны, и все вот это, как бы, я согласен, да, ну, как бы, нужно уважать ветеранов и помогать им, да, 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 да. Но что-то не помогают, по-моему. Потому что живут они хуёво, бедно. Пенсия у них маленькая. Несмотря на то, что их осталось мало, можно было бы им как-то, наоборот, помочь. Ну, а ещё похуй. Почистить улицы, чтобы эти ветераны гуляли и наслаждались жизнью. Не, лучше я эти деньги все в карман положу. А люди потерпят, ну реально потерпят. Не, ну а чё? Они молодцы. Единая Россия, вот они рассказывают про все свои акции, песни у них. Да, 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 вот лучше бы они, я не знаю, это Единая Россия. Вот ставили вот эти вот штуки. И, например, не про победу, не про войну там, а вот про какие-то достижения в настоящее время. Писали здесь. Вот мы там, я не знаю, сделали то, сделали это, построили вот это. Да нахуй надо, блядь! Война! Война! 75 лет! Их помогает победить, как они заботятся вот о ветеранах, цветочки высадили. Только ветераны здесь ходить не могут по городу, пока все заняты ура-патриотизмом, занимаются вот маскарадом в военной форме. Открывают бесконечные памятники, а город убрать не могут. Ебать! Такие вот приоритеты. Кусок мела. Особенно, видите, мило выглядит то, что они вот фотографируются с вот женщиной. Блядь, такая хуйня, господи. Натянутые улыбки этих правителей ебаных из этой Единой России. Вот, типа, блядь, фоткаются с этими ветеранами, типа, им так важно это все. Да нихуя им не важно, им вообще похуй на них. Ну, на ветеранов, я имею ввиду. Как и всему этому правительству. Чисто просто, блядь, манипуляция людьми, и не более. Инвалидные-инвалидные коляски. Спросили бы они сейчас, эти депутаты, которые здесь красуются на фоне инвалидов, каково этой женщине по Новосибирску передвигаться. Вместо бесконечных этих мемориалов победы можно было город убрать. Я думаю, ветераны и дети сказали бы спасибо. Искреннее спасибо за это. А, кстати, скоро же 9 мая. Как раз. Я вахуй. Ой, блядь. Сильная Сибирь, гордость России. Подожди. Стоп. Сильная Сибирь. Да, гордость перечеркнута, блядь. Гордость России. Повсюду сильная Сибирь. Город героя, город трудовой славы. Мы победили вот сюда. А улицы почистить не могут. И вот, наверное, единственное место, где все буквально вылезано, где ничто... А, мэрия. Говорит о снежной зиме. Это крыльцо мэрии. А. Мэрия Новосибирска. Ну, да. Для себя-то они, конечно, дорогу убрали. А то, блядь, еще споткнешься, блин. Потом как воровать... Точнее, управлять. Ну, как видно, тут чистота и порядок. В общем, выходя с работы, мэр Новосибирска не понимает, чем так недовольны люди. Нет, здесь чисто. Центр, что вы хотите. Это не страция, потому что это убирается. Не убирается вообще. В центре местами, конечно, заметно, что власти работают. Но на окраинах Новосибирска, я вот с Октябрьского района, все очень плохо за снегом. Ну, здесь власть, здесь мэрия. Здесь наши высокопоставленные чиновники ходят, поэтому все вот так. Вот это здесь чисто. А вы зайдите в поле. Ля Катин. Здесь вообще практически не убирают. Это солнышко сегодня сделало основную работу. Ну, потому что здесь центр, здесь надо, чтобы было красиво. Потому что приезжают люди из других городов, чтобы лицо потешивать. Невозможность пройти по самому центру города, за исключением того места, где господин Локоть сидит. Локоть? Это что, такая фамилия у мэра, что ли, Локоть? Прекрасной России будущего мы все это исправим. Так что есть еще все надежды на изменение облика наших городов. Ноготь. Все, зайдите. Нет, блядь, колено. Самое интересное, если спросить людей, как они относятся к этому мэру, они ответят, нормально, у нас же здесь Сибирь. Новосибирск, ну кто тут будет чистить? Кому это надо? Это, во-первых, везде же надо деньги. Организовать деньги. Так, ну, и... Нормально. А! Как вы меня бейте, эти бабки ебаные, блядь. Сука, нахуй. Эта тропинка, ну ничего, можно пройти. Вот, э... Ну, можно, блядь, ну и ладно, блядь. Алексей, который сейчас брал комментарии у новосибирцев, говорит, что народ здесь не очень дружелюбный. Блядь. Если б я здесь жил, я бы был просто самым угрюмым и злым человеком на свете. Как здесь можно быть дружелюбным, когда каждую секунду ты можешь просто умереть, ты можешь упасть в сугроб, и тебя никак в жизни не найдут. Ты вынужден здесь идти и буквально в смысле выживать. Э, цепляться, я не знаю, там, за каждого сантиметра этой поверхности, чтобы не упасть на этих обледенелых тротуарах. Смотри, чтоб тебя не сбило машина, которая здесь носится, не пойми как. Э, обходи... Бля, я вот так подумал. Мне вообще кажется, знаете, надо давать право на голос, ну, на выборах, только вот молодым людям. Ну, там, знаете, от 18 до 30. Дальше уже всё, типа, чувак, ты там свой период в рейсмиде прожил, давай, всё. У тебя там уже начинается старческая херня, что как бы ты там как-то предвзято смотришь на молодых, там, я не знаю, на что-то новое. Обычно так же и происходит, да, когда старики начинают передеть. И, соответственно, начинается вот этот вот хуйня, что сейчас, блядь, маразм какой-то. Вот. То есть надо старикам запретить голосовать, а давать возможность это делать молодым. И, соответственно, благодаря этому власть будет всегда меняться. Вот и всё, блядь. Все эти преграды и препятствия. Тут не жизнь, а борьба. Тебе? Ну ладно, не до 30. До 45 хотя бы. Нет, до 40. До 40. Блядь. Вот. Ну, я-то, видите, как бы ещё здравую мыслью. В отличие от некоторых. Реально. А когда ты борешься, не до шуток, не до любезностей. Поэтому, конечно, угрюмость и неприветливость некоторых новосибирцев, она объясняется состоянием городской среды. Так вот, друзья, это ненормально. Я понимаю, что когда вы живёте в засранном городе и каждый день рискуете жизнью и здоровьем, то вы привыкаете к этому. Но вот новость. Снег можно убирать. Тротуары могут быть чистыми. Достаточно посмотреть, как вылезан тротуар возле мэрии Новосибирска. Так может быть везде. Почему же чиновники не делают так везде? Во многом потому, что люди с этим смирились и стали считать, что это всё нормально. Терпение людей к такому пи***ту – это плодородная почва для всяких нерадивых чиновников, которые не хотят ничего делать. И пока люди терпят, они ничего с этим делать и не будут. Видите, вылезанная дорога, сухая, сухой асфальт, чистые ступеньки. На них не подскользнёшься. Вот, красота. Хабаб. Вот чем дальше отходишь, здесь уже плиточка начинает так вот расшатываться. Блядь, это забавно, на самом деле. Какие-то грязные пазики, моржи. Тут уже, вон, там уже горы снега начинаются. Блядь, они как будто издеваются, как будто они специально так вот показывают людям, типа, вы говно, вы говно. Говно должно. Вообще молчать и не говорить, грубо. Вообще не говорите. ...транспорта, и чем дальше уже, тем больше снега. Да, здесь уже, видите, отошли... И этот хуй тут нарисован. Мы вместе, блядь! Кто мы-то, блядь? Ты кто нахуй вообще? ...пятьдесят метров. Это депутат какой-то же там, или кто это? Ведомость. Кто это, блядь? Ну, здесь уже можно снег особо не чистить. Здесь же и мэр не ходит, здесь ходят обычные жители. Ну, ничего на них распыляться, тратить деньги. Блядь, реально, смотри. Ну, и стоит пройти еще метров сто, друзья, и уже начинается такой типичный Новосибирск. Да, мы вместе, только на территории мэрии. Там, где нет снега, и убрано. Блядь, я лан. Здесь уже лопаты сборников до сюда не доходят, как до сюда не доходят и мэр, и другие чиновники. Здесь уже вот полнейший пипец, грязный снег, нечищенный тротуар. И чем дальше, тем хуже. Ну, и вот так вот выглядит тротуар метров двухста от мэрии. Понятно. Каждый год чиновники все время оказываются не готовы чистить улицы и винят погоду. Якобы при нашем климате со снежными завалами можно только смириться. Нормально. Ебать. И вот эти машины, которые стоят заваленные в снегу, типа, пиздец. Она тут сколько лет стоит уже? Она вся ржавая какая-то. Охуеть. Мне кажется, если ее открыть, там уже какие-нибудь бактерии образовались. И просто уничтожить весь Новосибирск. Ее надо уже утилизировать, закопать под землю глубоко, чтобы она, блядь, не воняла. Там, мне кажется, радиация уже реально, блядь. Ой, блядь. Да, я... Вот это да. Я люблю варить борщ, потому что это, сука, мощь. А, играю в Майнкрафт каждый день. Каждый день. И что я могу тебе сказать? Мне... Вы говно, вы говно.